А в Израиле акции протеста в защиту права ЛГБТ охватили уже всю страну. Мужчинам, представителям сексуальных меньшинств, отказали в праве иметь детей от суррогатных матерей. И это вызвало волну манифестаций. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Таких акций протеста в Израиле не было ни во время войны, ни во времена экономических кризисов. Практически перекрыт центр Тель-Авива. Там образовались гигантские пробки, были столкновения с полицией, есть задержанные. В Израиле проходит всеобщая забастовка в поддержку ЛГБТ-сообщества. Все дело в новом законе, который накануне принял КНЕСЭТ. Он разрешает суррогатное материнство матерям-одиночкам, но не разрешает мужчинам-одиночкам. И представители нетрадиционной сексуальной ориентации усмотрели в этом ущемление их прав. В забастовке принимают участие представители крупных компаний, представители правительственных учреждений и даже аэропорта. В итоге администрация Бен-Гуриона была вынуждена, чтобы избежать задержки рейсов, внести изменения в расписание полетов. КНЕСЭТ проголосовал против сообщества, не допуская суррогатного материнства для ЛГБТ. Но на самом деле это протест против всех нарушений прав и свобод. А Израиль очень гордится защитой прав ЛГБТ. Но затем, когда дело доходит до голосования за права, парламент постоянно голосует против. Поэтому мы здесь, чтобы показать, у этого протеста есть огромная общественная поддержка. Эта забастовка – дело добровольное. Чтобы не ссориться с ЛГБТ-сообществом, а оно имеет в Израиле достаточно большое влияние, руководители компании просто отпустили всех желающих в ней участвовать. Но надо сказать, что руководители, организаторы акции подстраховались и приурочили свои манифестации ко дню 9 авгу. Это день скорби, в этот день были разрушены 1-2 Иерусалимский храм. Это так называемый выходной пожеланий. Любой человек в эту дату, в этот день может взять отгул и его обязаны отпустить. А сотрудникам с нетрадиционной ориентацией сегодня выходной дали, можно сказать, автоматически. Главное требование участников манифестации – это прекратить дискриминацию по половому признаку. Но тут справедливости ради надо отметить, что в мире и Израиль вообще, и Тель-Авив в частности, считаются одними из самых благоприятных мест для людей с нетрадиционной ориентацией. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.